На протяжении всей нынешней предвыборной кампании, так же как и на местных выборах, власти изо всех сил трубят о рисках гибридных атак, едва ли не массовом подкупе избирателей, демонстрируя в подтверждение красочно смонтированной видеоролики и даже целые фильмы, при этом недвусмысленно указывая на самую политически активную оппозиционную силу Блок Победа. В этой связи депутат Марина Таубер выступила с заявлением, в котором отвергла обвинение в адрес членов Блока Победа в подкупе избирателей, подчеркнув, что это формирование не выставило кандидата на президентских выборах. Таубер напомнила, что Блок Победа незаконно, лишили права участвовать в избирательной кампании и в самих выборах, но этого, видимо, мало, ибо давление и преследование оппозиционной команды только нарастают. Тем не менее, депутат подчеркнула, что, несмотря на это, Блок Победа продолжит работать на благо людей и страны. О каком подкупе избирателям может идти речь, если у нас даже нет кандидата? Так отреагировала Марина Таубер, исполнительный секретарь исполнительного комитета Блока Победа, на обвинение в адрес представителей Блока в подкупе избирателей в контексте президентских выборов. По ее словам, после исключения кандидата Василия Боли из предвыборной гонки, сторонникам Блока Победа не за кого голосовать. Партия Шор была незаконно запрещена. Наша команда подвергалась преследованию и исключалась из всех выборов за последние три года. Мы не являемся избирательными конкурентами в этой предвыборной кампании. О каком подкупе избирателей может идти речь, если у нас даже нет кандидата? И голосовать не за кого. У нас ничего нет. И голосовать не за кого. У нас нет кандидата. И голосовать не за кого. Таубер также прокомментировала обыски, проведенные спецподразделением полиции Фулджер, в домах молодых людей, ранее побывавших в Российской Федерации. Последние недели все общество является свидетелем беспрецедентных нападок на демократию в Республике Молдова. Уже доходит до того, что специальные подразделения Фулджер вызывают с утра и заставляют силой с оружием в руках врываться в дома детей и подростков. Только за то, что они были в России по культурной программе. Это абсурд обвинять кого-то в подготовке дестабилизации или даже терроризме. Но в качестве доказательств найти лишь 30 маяк с комичными карикатурами про нынешнюю власть. Марино Таубер уточнила, что если бы эти так называемые доказательства представляли серьезный интерес, они были бы опубликованы немедленно. Мы прекрасно понимаем, что за нами следят, нас снимают. И если кто-то думает, что мы не осознаем, о чем говорим, они глубоко ошибаются. Вместе со своей командой Илон Шор начал ряд гуманитарных проектов для социально уязвимых слоев населения и многих категорий граждан. Но правительство блокировало и продолжают блокировать все банковские счета, все переводы и любые возможные пути, чтобы эта помощь дошла до людей. В заключение Таубер заявила, что команда Илона Шора не отступит и продолжит борьбу за улучшение благосостояния населения.